Глава шестая Отец имеет жизнь в самом себе Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 26 И что очень характерно для учения Христа В этом коротком предложении Он высказал истину столь возвышенную Что она превосходит все достижения человеческой мысли Бог независим, сказал он Бог это то, что он есть в самом себе Вот что в конечном счете означают эти слова Каким бы ни был Бог, он существует в самом себе Вся жизнь в Боге и от Бога Независимо от того, низшие ли это формы Бессознательной жизни Или высокосознательная разумная жизнь Серафима Ни одно существо не живет само по себе Всякая жизнь – дар от Бога И наоборот, жизнь Бога – это не чей-то дар Если бы был кто-то другой От кого Бог мог бы получить дар жизни Или вообще какой-либо дар То этот кто-то и был бы на самом деле Богом Простой, но верный способ думать о Боге Это думать о нем как о том, у кого есть все Кто дает все, что можно давать, но кто не получает ничего, что он сам бы прежде не дал Признать, что Бог в чем-то нуждается – это значит признать неполноту божественного существа Нужда – это слово, относящееся к сотворенным существам И оно не может относиться к создателю Бог по своей собственной воле поддерживает отношения с теми, кого он создал Но он вовсе не нуждается в отношениях с кем-либо, кроме самого себя Его интерес к тем, кого он создал Происходит от его беспредельной доброты А не от того, что сотворенные им существа могут удовлетворить Какую-либо его нужду Или могут что-то добавить к его И так уже в совершенной полноте и законченности И снова мы должны повернуть в обратном направлении Привычный ход нашей мысли И понять то, что уникально То, что единственное в своем роде И то, что является истиной только в данной ситуации, ни в какой другой Мы привыкли думать, что сотворенные существа в чем-то нуждаются Ничто не имеет полноты в себе самом И поэтому любое сотворенное существо нуждается в чем-то извне Для того, чтобы существовать Всем существам, которые дышат, нужен воздух Любому живому организму нужна пища и вода Лишите землю, воздуха и воды И вся жизнь мгновенно исчезнет Можно утверждать как аксиому Что для существования любое сотворенное существо Нуждается еще в чем-то сотворенном И что всему сотворенному нужен Бог Только Богу ничего не нужно Река становится больше за счет своих притоков Но где тот приток, который мог бы увеличить того, от которого произошло все И чьей бесконечной полноте и законченности обязано своим существованием всякое существо Бездонное море, вся жизнь из тебя, и твоя жизнь – твое блаженное единство Фредерик Фейбер Мыслящих людей до сих пор занимает вопрос Почему Бог сотворил Вселенную? Но если мы не можем знать почему Мы, по крайней мере, знаем, что Он создал свои миры Не для того, чтобы удовлетворить какую-то свою нужду Подобно тому, как человек строит себе дом Чтобы защитить себя зимой от холода Или сеет хлеб, чтобы обеспечить себя пищей Слово «нужно» совершенно чуждо Богу Поскольку Бог – существо, находящееся выше всего Из этого следует, что Он не может быть возвышен еще больше Нет ничего, что было бы выше Него, что было бы над Ним Для созданного им существа Любое движение по направлению к Нему – это подъем вверх Любое движение от Него – это спуск вниз Он остается на своем месте сам по себе Не получая на это ни у кого разрешения Точно так же, как никто не может возвысить Его Никто не может Его принизить В Писании сказано, что все подчиняется силе Его Слова Как Он может быть возвышен или подкреплен теми, Кто находится в Его власти? Если бы вдруг все люди ослепли, Днем бы все равно светило Солнце, а ночью – звезды Потому что Солнце и звезды ничем не обязаны миллионам людей, Пользующихся их светом Точно так же, если бы вдруг все люди на Земле стали безбожниками, Это никоим образом не затронуло бы сущность Бога Он то, что Он есть, вне всякой зависимости от кого-либо другого Вера в Него ничего не прибавляет к Его совершенству Сомнения в Его существовании ничего не отнимают у Него Всемогущему Богу, просто потому, что Он всемогущ, Не нужно никакой поддержки Трудно представить себе нервного, заискивающего Бога, Подлизывающегося к людям, чтобы завоевать их симпатии Но если мы посмотрим на представление многих людей о Боге, То увидим именно такую картину Христианство XX века поставило Бога в зависимость от людской благотворительности Мы такого высокого мнения о себе, что для нас легко, если не сказать приятно, Верить в то, что мы необходимы Богу Но истина в том, что наше существование не делает Бога более великим Если бы мы вовсе не существовали, Он бы от этого менее великим не стал Мы существуем благодаря свободной воле Бога, А не благодаря нашим заслугам и не благодаря тому, что Бог в нас нуждается Возможно, самая тяжелая для нашего природного эгоизма мысль Это мысль о том, что Бог не нуждается в нашей помощи Мы обычно представляем Его себе как занятого, нетерпеливого, в чем-то неудачливого отца, Который спешит найти кого-нибудь, кто помог бы ему Осуществить его великодушный план достижения мира и спасения живущих на земле людей Но, как сказала леди Юлиана Норвическая Воистину Бог делает все, и никогда этого не бывает мало Богу, который создал все, не нужна помощь, не нужны помощники Слишком часто в миссионерских призывах всемогущего Бога представляют в виде неудачника Красноречивый оратор может легко вызвать у своих слушателей Жалость не только к язычникам, но и к Богу, который так долго старался спасти их Но которому это не удавалось, потому что его не поддерживали Я боюсь, что тысячи молодых людей начинают свое христианское служение Руководствуясь побуждениями, не более возвышенными, чем желание помочь Богу Найти выход из той неприятной ситуации, в которую его завела его любовь И из которой он сам не в силах выпутаться Добавьте к этому некоторую долю достойного похвалы идеализма и изрядное количество сочувствия к угнетенным И вы поймете, что в действительности стоит за христианской активностью в подавляющем большинстве случаев А Богу не нужны защитники, он вечно будет существовать без защитника Для того, чтобы говорить с нами на языке, который мы могли бы понять Бог в Священном Писании часто употребляет военные термины Но это делается вовсе не для того, чтобы мы подумали, что враги осаждают его величественный престол И что Святой Михаил с воинством небесными и с другими небесными существами отбивают яростную атаку противника Думать так – это значит неправильно понимать все, что говорится в Библии о Боге Ни иудаизм, ни христианство не одобрили бы таких ребяческих идей Бог, которого нужно защищать, это тот, кто может помочь нам только тогда, когда кто-то помогает ему Мы можем рассчитывать на него только в том случае, если он одержит победу во вселенском сражении между добром и злом Такой Бог не может вызвать уважение у разумного человека Он может вызвать только жалость Чтобы иметь правильное представление о Боге, мы должны думать о Нем так, как Он того заслуживает Наш моральный долг – удалить из нашего ума все недостойные представления о Боге И сделать так, чтобы Он был в наших умах таким же Богом, как и во Вселенной, которая сотворена им Христианская религия имеет дело и с Богом, и с человеком, но центральной фигурой в ней должен быть Бог, а не человек Единственная претензия человека на какую-то важную роль заключается в том, что человек сотворен по образу и подобию Божьему Сам по себе человек – ничто Авторы псалмов и пророки Священного Писания с горькой иронией говорят о слабом человеке, дыхании которого в его ноздрях А человеке, который вырастает, как трава утром, только для того, чтобы быть скошенным и увядь еще до захода солнца В Библии подчеркивается, что Бог существует для самого себя, а человек – для славы Божьей Высокие почести воздаются Богу сначала на небесах, а потом уже они должны воздаваться и на земле Если мы учтем все это, то мы, может быть, начнем понимать, почему в Священном Писании так много говорится о том, что вера жизненно важна А неверие клеймится как смертный грех Среди всех сотворенных существ никто не осмелится доверять самому себе Только Бог доверяет самому себе Все остальные существа должны доверять Ему Неверие – это на самом деле искаженная вера Ибо оно предполагает доверие не живому Богу, а смертным людям Неверующий человек отрицает независимость Бога и приписывает себе те свойства, которых у него нет Этот двойной грех оскорбляет Бога и в конце концов губит душу человека В своей любви и жалости Бог пришел к нам, как Христос Об этом Церковь постоянно говорила со времен апостолов Христианская вера закрепила это утверждение в учении о воплощении Вечного Сына Однако в последнее время это стало означать нечто иное и нечто меньшее, чем это означало для первых христиан Человек Иисус, такой, каким Он предстал во плоти Был приравнен к божественной сущности, и все его человеческие слабости и ограничения были приписаны Богу Истина в том, что человек, который ходил среди нас, являл собой не лишенную покрова в тайны божественную сущность, но совершенную человеческую сущность Вызывающее благоговение величие Бога по милости Божьей было облачено в хрупкую оболочку человеческой природы для того, чтобы спасти человечество Господь сказал Моисею на вершине горы Сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть его, и чтобы не пали многие из него Книга Исход, глава 19, стих 21 А затем сказал Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых Книга Исход, глава 33, стих 22 Современные христиане, похоже, знают Христа только во плоти Они пытаются достичь единения с Ним, лишая Его пылающей святости и недостижимого величия Тех самых свойств, которые Он скрывал, будучи на земле, но принял во всей полноте славы, когда Он вознесся на небо и воссел справа от Своего Отца Многие христиане представляют себе Христа с притворной улыбкой и сиянием вокруг головы Он в представлении этих людей стал кем-то, кто находится где-то наверху и любит людей, по крайней мере, некоторых людей И эти люди благодарны Ему, но Он не производит на них особого впечатления Если Он нужен им, то они тоже нужны Ему Давайте не будем думать, что правда о независимости Бога парализует христианскую активность Скорее наоборот, она будет стимулировать все святые начинания Это правда? Необходимый упрек человеческой самоуверенности И в то же время, если на эту правду посмотреть с библейской точки зрения Она снимет с нашего ума тяжкий груз сознания того, что все мы смертны И поможет нам принять легкое бремя Христа И посвятить себя по вдохновению от Святого Духа трудам во славу Божью и на благо человечества Ибо благословена весть о том, что Бог, который не нуждается ни в ком В своей царственной снисходительности снизошел до того, что стал действовать через своих послушных детей В них и рядом с ними Если вам покажется, что в этих словах одно противоречит другому, амин, да будет так Различные элементы истины находятся в постоянном противоречии Иногда от нас требуется, чтобы мы поверили тому, что кажется прямо противоположным Ожидая того момента, когда мы будем знать о Боге, как Он знает о нас Тогда истина, которая сейчас кажется противоречащей самой себе Возвысится в сияющем единстве И мы увидим, что противоречие заключалось не в истине, а в нашем поврежденном грехом уме А пока для достижения внутреннего совершенства мы должны с любовью и покорностью Исполнять заповеди Христа и вдохновенные указания Его апостолов Бог производит в вас и хотения, и действия Послание к филиппийцам, глава 2, стих 13 Ему не нужен никто, но когда есть вера, Он действует через любого человека В этом предложении два утверждения И здоровая духовная жизнь требует, чтобы мы принимали их оба Для целого поколения первое утверждение было почти полностью закрыто И это нанесло нам глубокую душевную рану Источник добра Все благословения проистекают из тебя Твое совершенство не знает никакой нужды Что, кроме самого себя, можешь ты желать? Но, будучи ни от кого независимым Ты все-таки желаешь иметь мое, ни к чему не пригодное сердце Это и только это тебе нужно Иоганн Шефер Субтитры создавал DimaTorzok